Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Лучшие отели и необычные туристические маршруты. В Красной Поляне открылся шестой форум внутреннего туризма. В Сочи начинают отмечать свой день рождения. Старт торжествам дали в храме, а подарки принимают жители спальных районов. Пока работаем по-старому, без очередей. Минздрав отложил введение новых правил медосмотра для водителей. В Сочи прибыли юные звезды фигурного катания. Их собрал краевой турнир на призы Алексея Урманова. Лучшие отели и необычные туристические маршруты. Сегодня в Красной Поляне открылся шестой форум внутреннего туризма СИФТ-2019. Это единственная подобная деловая площадка в России. Здесь заключают соглашения и размышляют над улучшением сервиса. К участникам на пленарном заседании обратились губернатор Краснодарского края и глава Сочи Алексей Копайгородский. Вениамин Кондратьев отметил, что при успешной кооперации усилий бизнеса и власти российского туриста можно удержать на внутреннем рынке. Количество нашего внутреннего туриста должно расти на наших курортах. Надо перестать просто быть донорами других стран, которые тоже зарабатывают на туризме. Мы должны для начала сделать то, чтобы наш турист, я обращаюсь к своим коллегам. Жители нашего края в первую очередь выбирали свои курорты, наши курорты, которые должны быть для них, в первую очередь для наших жителей, привлекательными и комфортными и доступными в комплексе. Совокупность сегодня многих составляющих дальнейшего развития стандартной курортной отрасли в целом региона, наверное, и страны. Совокупное решение, совокупность проблем, низкий уровень гостиничного сервиса, дефицит квалифицированных кадров, тех кадров, которые на самом деле являются лицом любого курорта. Но это тоже отдельная проблема, которая, я тоже уверен, будет обсуждаться сегодня на полях форума. Их тоже нужно растить, формировать, создавать. И все вы прекрасно понимаете, что кадры, которые сегодня работают на наших курортах, не должны быть сезонными, они должны быть круглогодичными. А это опять те вопросы, на которые нужно давать ответ, что сделать нужно для того, чтобы курорты, по крайней мере, Краснодарского края стали круглогодичными. После официального открытия встреча в зале продолжилась дискуссия о партнерских возможностях в туристическом бизнесе. Практические инструменты и привлечение туристов можно увидеть на выставке. На ней представлены лучшие гостиницы и турагентства. В Сочи даже в межсезонье готовится встречать многочисленных туристов. Горнолыжные курорты забронированы уже на 80%. Это данные на зимние каникулы. Но и сейчас на курорте отдыхают те, кому не по душе холода средней полосы. Пусть сейчас не купальный сезон, но тем не менее в Сочи не скучно. А в ноябре город получает многочисленные подарки ко дню рождения. Парк имени Фрунзе – один из самых красивых зеленых уголков в центре Сочи. Сегодня его клумбы стали действительно украшением. Новое праздничное оформление сделано сразу к двум праздникам – Дню города и Новому году. Те, кому размеренные прогулки по парку не по душе, могут радоваться. До конца года здесь появится площадка для воркаута. Пока же оценить новую многофункциональную спортивную площадку можно на Бытхе. Она появилась между домами номер 10, 12 и 14 по улице Возрождения. Сразу после церемонии открытия здесь состоялся товарищеский матч между учениками 16-й гимназии. Заниматься здесь можно практически всеми игровыми видами спорта, а также воркаутом. Еще одна зона для активных игр появится на улице Лысая гора. Также у нас до конца года сейчас мы будем открывать два хороших спортивных детских комплекса в нашем новом сквере в микрорайоне Мацеста появится у нас. И также еще два воркаута мы будем открывать до 25 декабря. Один также получается в микрорайоне Светлана, а один в нашем новом сквере в фестивальном микрорайоне Фабрисусе. Кроме того, за счет бюджетных средств в Сочи отремонтировали 15 спортплощадок. Еще одну с уличными тренажерами введут в эксплуатацию в ближайший месяц. Она расположена в ЛАО на территории 77-й школы. А на знаменитом сочинском Теренкуре до конца года появится разметка вело и беговых дорожек. Сегодня Сочи отмечает 181 день рождения. Глава города Алексей Копайгородский обратился с поздравлением к жителям курорта. Дорогие сочинцы, примите самые теплые и искренние поздравления с Днем города. Этот праздник посвящен всем жителям нашего гостеприимного Краснодарского края, а также миллионам туристов, приезжающих на курорт 12 месяцев в году. Но прежде всего это праздник для тех, кто живет и работает в Сочи. Хочу выразить вам огромную благодарность за любовь к родному городу, за ваш каждодневный труд, за вашу активную гражданскую позицию и патриотизм. Мы приложим все силы для того, чтобы сделать жизнь всех сочинцев максимально удобной и комфортной. На курорте продолжаются работы по строительству школ и детских садов, спортивных площадок и объектов культуры, благоустройству зеленых уголков и созданию новых парковых зон. Мы будем продвигать наш курорт на туристический потенциал не только в российских регионах, но и за рубежом. И чем больше в Сочи будет гостей, тем больше у нас появится возможностей для реализации задуманных планов. Давайте вместе отметим день нашего любимого города Сочи, который продолжает активно развиваться и уверенно смотрит в завтрашний день. Поздравляю вас с праздником, днем города Сочи. Главный праздник курорта сочинцы будут отмечать несколько дней. Стартовали торжества в одном из старейших храмов курорта. По уже сложившейся традиции праздновать день города начали рано утром в храме Михаила Архангела. Он считается покровителем Сочи. А еще собор сегодня отмечает престольный праздник. Это покровитель города Сочи и один из наших любимых святых – Архангел Михаил. Поэтому в этот день мы здесь. Так как это святой, который помогает каждому, сегодня день ангела считается каждого человека. Валерий Богатырев каждый год 21 ноября обязательно идет в храм. Сегодня он отмечает не только день города, но и свой лично. Я постоянно стараюсь сюда прийти. С казаками, с нашими братьями встречаемся. В богослужении сегодня участвовал митрополит ханты-мансийский сургутский Павел Фокин. Он пожелал сочинцам мира и добра. Хотелось пожелать крепости, сил духовных, физических, чтобы мир и благополучие было в нашем Отечестве, конечно, для наших жителей города Сочи. В праздничной литургии принял участие и мэр Сочи Алексей Копайгородский. Все вместе молились за благополучие родного города. Несмотря на будний день, в храме сегодня собрались сотни верующих. Собор не смог вместить всех желающих принять участие в службе. За ней можно было наблюдать через большой экран, установленный возле храма. И страдавшая плоды бедна, и воскресшего в третий день Пописания. Ну а после божественной литургии прямо в церковном дворике прошел концерт духовной музыки. Слава Богу за все! Слава Богу за скорбь и за радость! День города Сочинцы будут праздновать несколько дней. Запланированы праздничные концерты с участием певицы Нюши и солистки группы Мираж. Они пройдут завтра вечером на Южном Малу и на площади Флага. Более полусотни мероприятий пройдут и в районах курорта. Инга Габешия, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Ну а завтра собор Михаила Архангела станет местом печальной церемонии. В нем пройдет отпевание известного сочинского архитектора Федора Афуксиниде. Он скончался в 59 лет после продолжительной болезни. Уроженец поселка Красная Поляна. Он большую часть своей профессиональной жизни посвятил родному городу. Спроектировал более 50 храмов и часовень. Среди них Троицы Георгиевский женский монастырь, храм Спаса Нерукотворного и комплекс приюта Иоанна Предтечи в Олимпийском парке, храм Святого Великомученика Харлампия в Красной Поляне, храм Святого Апостола Симона Канонита в Лао. Церемония отпевания Федора Афуксиниде начнется в пятницу 22 ноября в 9.30 в соборе Михаила Архангела. Затем продолжится в храме Великомученика Харлампия в поселке Красная Поляна. Там заслуженный архитектор и будет похоронен. В Сочи на таможне задержаны сигареты в мандаринах. Более 300 блоков контрабандных сигарет изъяты у двух пассажиров поезда «Сухум-Москва». Еще у одной пассажирки, жительницы Московской области, таможенники нашли в черном полиэтиленовом пакете больше 4000 сигарет. Вся табачная продукция изъята. Возбуждено шесть дел об административных правонарушениях. В Краснодарском крае появится логистический центр российского интернет-магазина. Планируется, что его площадь составит 30 тысяч квадратных метров. Детали сотрудничества глава Кубани Вениамин Кондратьев обсудил с генеральным директором компании «Вайлдберрис» Татьяной Бакальчук. Рабочая встреча состоялась в Москве. Наш регион сегодня один из центров потребительской активности страны. Только на сайте «Вайлдберрис» жители края в прошлом году сделали заказы на более чем 3,5 миллиарда рублей. Губернатор уверен, что появление логистического центра на территории региона даст дополнительный импульс развитию местных производителей. Логический центр – это одна из составляющих успешной торговли, розничной торговли в нашем крае. Поэтому, конечно, наличие логического центра – это транспортная логистика, это экономия, в первую очередь, на доставке тех или иных продуктов. В том числе, неважно, это будут физические лица или это будут иные потребители. Но наличие вот такого центра у нас в регионе – это, естественно, определенная гарантия для того, что продукт или товар рядом, и он максимально доступный становится с точки зрения любой логистики. Большое спасибо за возможность провести рабочую встречу для обсуждения действительно важного для нас проекта. Это, да, будет один из крупнейших логистических центров для нашей компании. Планируем построить 300 тысяч квадратных метров, что составит порядка 15 миллиардов рублей инвестиций и создаст 15 тысяч рабочих мест для региона. Планируется, что логистический центр будет построен в Краснодаре. Как отметил Вениамин Кондратьев, необходимо сделать так, чтобы размещение нового склада соответствовало принципам развития столицы края, в том числе и генплану города. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 22 ноября в Сочи ясно. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7, днем 13-15 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 16. В Красной Поляне ясно. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 10, плюс 12. Сочинцы проверили здоровье своих легких. В ноябре весь мир отмечает День борьбы с хронической обструктивной болезнью легких. Сочи поддержал эту здоровую традицию и в целях профилактики в городе устроили медосмотр. Медосмотр, на котором можно было проверить здоровье легких, прошел в городском центре медицинской профилактики. Здесь для всех желающих была проведена комплексная оценка функций дыхательной системы, в том числе компьютерная спирометрия. Это процедура, которая позволяет графически изобразить на экране качество работы легких. А это сам спирометр, диагностический прибор, задача которого – измерение дыхательных параметров. С помощью спирографа можно сделать предположение о присутствии того или иного заболевания бронхолегочной системы. А правильно поставленный диагноз – это своевременный сигнал к лечению пациента. Это исследование применяется в пульмонологии и в терапии для определения функционального состояния легких. Определяется объем легких, определяется объем выдыхаемого воздуха в одну секунду и скорость выдыхаемого воздуха. И на основании уже этих данных врач смотрит пропускную способность бронхов вдоха-выдоха и наполнение легких, объем наполнения легких. Жизненная емкость легких, форсированный выдох, если сниженный, то значит нужно искать уже какие-то заболевания легочные. Хроническая обструктивная болезнь – это хроническое воспалительное заболевание. Вызывается различными этиологическими факторами. На первом месте, конечно, стоит табакокурение. И процесс этот медленно прогрессирующий. Вызывает нарушение функций легких и приводит к дыхательной недостаточности. Профилактика – это, конечно же, полный отказ от курения, полный отказ от пассивного курения, адекватная физическая нагрузка, физкультура, ходьба умеренная, плавание очень хорошо способствует оздоровлению легких, дыхательная гимнастика. Ну и, конечно же, вакцинация. Сезонная вакцинация обязательно нужна, особенно тем людям, которые имеют хронические заболевания. Если вдруг мы выявляем какое-то изменение в спирографии негативное, то мы советуем больному обязательно, ну, говорим ему об этом, конечно же, и советуем обследоваться дальше. Отправляем к участковому терапевту по месту жительства, и дальше уже он проходит обследование. Обязательно ему указываем и даем рекомендации, чтобы он это дело не запускал. В этом и заключается профилактика. Это в основном бывает утренняя мокрута, кашель утренний, вот, это бывает, даже гнойная мокрута бывает, одышка при физической нагрузке. То есть это первые признаки каких-то таких тревожных звоночков, неполадок с органов дыхания в том числе. Вот, это, конечно, могут быть и сердечные какие-то дела, но и органов дыхания. Вот, ну и, там, например, посинение губ, кончиков пальцев тоже может сопровождать вот такие обструктивные дела. Если есть такие симптомы, особенно, и изменения в спирографии, патологические какие-то, то мы рекомендуем проходить обследование дальше. Хроническая обструктивная болезнь легких – это, как бы сказать, это воспалительный, это неадекватный ответ легких на воспалительную реакцию. Вот, это происходит обструкция, начинается это с бронхов, вот, и опускается постепенно, конечно, в легкие. И процесс этот прогрессирующий, можно замедлить, если он уже начался, этот процесс, он неизлечим, но его можно замедлить. Вот, здоровым образом жизни, как раз таки. Минздрав отложил введение новых правил медосмотра для водителей. Об этом в своем телеграм-канале написал замглавы Минздрава Олег Сологай. Решение связано с обеспокоенностью граждан, добавил он. Приказ должен был вступить в силу с 22 ноября. Как пояснил чиновник, цитирую, будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования в целях обеспечения их эффективности. Также будет дополнительно проработан механизм ценообразования в регионах. Приказ уже подписан и направлен на государственную регистрацию. Ранее сообщалось, что при получении или обновлении водительского удостоверения нужно будет сдавать мочу для исследования на содержание наркотиков и психотропных веществ, а также кровь для определения биомаркера хронического злоупотребления алкоголя. Это можно сделать только в специализированных медучреждениях. Справки могли подорожать в несколько раз. В связи с этим из регионов стали поступать сообщения, что в наркологических диспансерах возникли огромные очереди. Сохраним каштан. Жители и гостей курорта приглашают поучаствовать в экологической акции. Сочинский национальный парк предлагает всем желающим посадить семена этого растения у себя дома. Получить каштаны можно 23 ноября на площади флага с 12 до 16 часов. К семенам будет приложена инструкция, как правильно посадить каштан и ухаживать за ним. Также национальный парк предлагает выкладывать фотографии высаженного деревца в социальных сетях с хэштегом «Сохрани каштан». Каштан посевной растет только на Северном Кавказе, более 75% на Черноморском побережье. Но в связи с климатическими и антропогенными изменениями и заражением вредителя, состояние сочинских лесов ухудшилось. Специалисты нацпарка планируют внести каштан посевной в Красную книгу Краснодарского края. И создать плантации для выращивания саженцев. Сразу на три спортивных зала в Сочи стало больше. Зал для греко-римской борьбы, настольного тенниса и тхэквондо открыли на базе спортшколы номер 5. За торжественной церемонией открытия наблюдала наша съемочная группа. Песни, танцы и хорошее настроение. Открытие новых залов – большой праздник для пятой спортшколы, для сотен детей и их родителей. Раз, два, три. Новое отделение школы разместилось в центре Сочи, на улице Виноградной. В уютном помещении свежий современный ремонт. А главное зала сразу три. Здесь дети будут заниматься тхэквондо, настольным теннисом и греко-римской борьбой. Одно дело, когда мы находимся на аренде, а тут уже свой спортивный зал. В нашем ведении мы занимаемся сами себе хозяева. С утра до вечера идут тренировочные занятия. Конечно, это большой плюс. Как раз вот эти залы открылись, и нам сейчас большой подспорь. Будем набирать детей, будем работать. Новыми залами пятая спортшкола обзавелась благодаря государственно-частному партнерству. Город помог с помещениями, федерации спонсора отремонтировали и оборудовали залы. Благодаря таким проектам город Сочи будет с каждым годом все больше и больше прирастать. В данном случае в количестве спортивных залов. И что позволит большему количеству жителей Сочи вовлекаться в здоровый образ жизни, в спорт. Дрюбель! Шелет! Станя! Станя! Черт! Надо отметить, что спортсменам из разных видов спорта порой приходится делить один зал для тренировок. Поэтому помещения чаще всего универсальные. А в новом отделении пятой спортшколы специализированные. Они сделаны под конкретный вид спорта с нужным покрытием и спортинвентарем. В пятой спортшколе уже занимается более 800 человек. Теперь благодаря трем залам можно разместить еще 400. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Сочи прибыли юные звезды фигурного катания. В Олимпийском парке проходит открытый краевой турнир на призы олимпийского чемпиона Алексея Урманова. Принять участие в соревнованиях приехало 340 юных фигуристов из разных регионов России. В программе соревнований – одиночное парное катание. Сегодня день танцев на льду. На льду сочинцы Рада Ермилина и Макар Петров. Ребята всего год работают в паре. Паттерн, твизлы и поддержки пока получаются не всегда. Спортсмены только учатся работать в тандеме. А пока случаются и падения. Мы плохо откатали, но может быть мы кого-нибудь обгоним. Макар упал, мы споткнулись. Главное не победа, а участие. И мы почти все сделали вместе. То есть то, что в паре важно, да? Да. И когда я упал, я ошибку сделал, которая мне говорилась очень много раз на тренировках. Я ее очень сильно закрутил. Она устояла, а я упал. Из-за этого мы споткнулись вот коньками, то есть и поэтому Макар упал. Ну дальше, в принципе, проехали хорошо. Все элементы более-менее сделали. Может быть, мы станем вторыми или третьими. Мне кажется, очень хороший результат. Самое сложное – это делать все вместе и не ругаться. Если будете ругаться, то ничего у вас не получится. Самое прикольное – это то, что надо кайфовать, и мы кайфуем. Это чисто, а на расслабующе кататься в свое удовольствие. А самое сложное – это и параллель, и все сложно наделать. Радислава, Ермель, Макар Петров, в сумме за три танца набирают 36,22 балла. На данный момент – это второй результат. Это круто! А это Алина и Руслан – воспитанники Центра Олимпийской подготовки Краснодарского края. На открытом краевом турнире они также представляют наш регион. К выступлению ребята относятся со всей серьезностью, а в случае неудач случаются и нервные срывы. Партнер Алины не решился даже на интервью. Если вот, например, ругаемся, то потом начинаем плохо откатывать. Нужно было сделать третью позицию и не подставлять ногу. Ну и подставили оба мы. Вот. А так, это весело нормально, и поддержка тоже. Только надо было еще вторую руку отпустить. Мы настроены олимпийскими чемпионами, ну вот, быть. Но так получается иногда, что не очень верится. Но потом начинаешь матеревировать себя. А на данный момент – это первый результат. Ну да. Я рада. Сочинцы Даша с Арсением – лучшие друзья. Спортсмены уверены, качество взаимоотношений заметно влияет и на качество катания. Ой, я очень рада. Мы очень боялись делать твизлы. Да, и вращение, оно у нас вообще, оно у нас редко получалось. Но мы рады, что у нас все получилось. Участие в этих соревнованиях помогает нам понять, что мы можем, и показать другим, что мы можем. Да, это наше второе соревнование за... Да. Нас недавно поставили в пару. Не можешь в первое место. Просто взять, успокоиться и сказать, что ты все можешь. Мы стараемся не ругаться, потому что мы лучшие друзья. На открытый турнир Краснодарского края приехали 340 человек из 16 городов страны. Большим составом прибыли москвичи, перворазрядники и кандидаты в мастера спорта. Мы не очень довольны своим прокатом. Не все получилось, что хотели сделать. Но мы старались передать образы, и будем работать над тем, что больше таких косяков не было. Мы немножко дергались, срывали от визы. Это история бедного английского писателя, который приезжает в Берлин. И главная героиня, моя партнерша, по сюжету пытается меня соблазнить. Мы стараемся передать эту химию между нами, и будем дальше так улучшать. Это Олимпийские объекты, в них такая мощь соревновательная заключена. Тут выступали великие спортсмены, а будем стараться стремиться к их уровням. Спортивные танцы на льду – дисциплина фигурного катания. Олимпийский вид спорта включен в программу игр с 1976 года. Танцы внешне похожи на парное фигурное катание, однако здесь запрещены выбросы, поддержки партнерши выше головы партнера, подкрутки и другие так называемые акробатические элементы. У нас прыжков нет, в основной акцент идет на выразительность, на чувство музыки, взаимоотношения показываем на льду между партнерами. То есть наша дисциплина, наверное, больше ближе к искусству даже, чем… Я не могу сказать, что она не спортивная. В любом случае, это тяжелая и кропотливая работа, но с точки зрения зрелищности, мне кажется, мы несколько выигрываем. Только никому не говорите, а то тут окружают нас. Одиночники. Есть некоторые замечания, допустим, по некоторым техническим элементам, как твизлы. Но в целом ребята порадовали. И очень приятно было видеть пару из кургана. То есть мы стараемся выстраивать отношения с другими школами, смотреть на то, как дети работают там, и заводить какие-то тренерские связи между школами тоже. Что касается соревнований, что это краевые, поэтому наш краевой уровень вот в этом виде спорта, как можете оценить? Ну, в целом можно оценить его как развивающийся. Мы делаем все для того, чтобы выйти на уровень всероссийский и хотя бы, ну, занимать места в десятке. Ну, пока мы только на самом начале пути к этой цели. В крае фигурное катание разбивается повсеместно. На турнир приехали юные фигуристы из десяти городов региона. Нас уже знают в России. Мы уже везде приглашают. И пытаемся сразу же в пятерку влезть. Вот именно центр олимпийской подготовки, который сейчас находится у нас в Сочи, он объединяет всех фигуристов края. Это краевые соревнования уже проходят второй год. Посвященные они Урману Алексею Евгеньевичу, олимпийскому чемпиону. В прошлом году было не так у нас много участников, но в этом году это было очень особенное соревнование, поскольку у нас было 16 регионов России. Такого никогда не было. 340 участников приехало. Мы хотим эти соревнования сделать, чтобы они были регулярные каждый год. Все соревнования почти одинаковые. Они начинаются с юного фигуриста и кончаются мастерами спорта. Так что у нас тут все. И получается почти в каждом разряде по 30 человек. Вот мы должны попадать в сборную России. Поэтому пока в этом году, я думаю, что мы еще не попадем. А уже в следующий год у нас что-то возможно субборная Россия. Уже через неделю, 27 ноября, в Сочи пройдет финал Кубка Краснодарского края по фигурному катанию. И уже здесь спортсменов будут отбирать на зональное первенство края. Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи». В Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютюбе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует...